ловил я разные рыбы ловил в разном количестве но чтобы вот так вот такие редкие рыбы собрались на одной рыбалке у меня такого еще если честно не было а вот этот вот вот тут вот что-то до дождался там какая-то огромная рыбина это просто такая рыба которая очень редкая она в основном водится где-то в затяжках но никак не на самом таком сильном течение кого-то с 1 чего себе кого-то я заджиговал нужно выдохнуть я честно не понимаю что тут происходит это просто какая-то сказка я нахожусь в каком-то недоумении в шоке но я поймал первый раз жизнь есть вот он это тот который клевал огромный тонко что то есть такой я не понимаю что там такой есть это что-то очень большое всем привет вы наверное все меня потеряли но ближайшие эти две недели я пытался кого-то для вас поймать достойного чтобы показать красиво но это лето у меня выдалось крайне напряженным в плане рыбалок какой-то трудное по два раза в неделю где-то выезжал на рыбалке может быть даже где-то ну где-то среднем пять раз я за две недели выезжал у меня тут новая лодка я все пытался ее показать но как-то прям совсем не складывается как я только на ней выплываю ни о каком клеве и речи быть не может вымучил я за пять рыбалок всего две щуки таки до килограмма но такое видео показывать я думал я думаю не имеет никакого смысла и сегодня последняя рыбалка этого лета буквально через несколько дней уже сентябрь и уже все силы будем бросать на щуку хотя ее пытался поймать даже брал с собой живца на кружки что удивительно мы вдвоем с другом ездили на 10 кружков ни одного поворота я просто в шоке за несколько лет мне такой впервые и сегодня будем мучить белого хищника жереха головля я думаю они еще ловится я думаю они еще все стоят на местах своих где и должны стоять поэтому сейчас поплыву в пеньки и будем ловить на эту рыбалку белых хищников ну и попробуем еще окушко погонять не хвостаньте шеи что еще можно мне невезучему пожелать погнали пока плыву вспомнил что забыл сказать теперь свои видео я загружаю в к видео и на дзен еще у меня есть группа вконтакте одноименно с моим каналом на ю тубе называется трофей черноземья и у кого есть проблемы сейчас с ю тубом они есть у многих я предлагаю вам переходить на альтернативной площадке искать меня пока искать там видео мои сейчас активно туда загружаю и старые новые пытаюсь загружать и на дзене как-то вот так настали такие времена что приходится выбирайте такие площадки но в youtube конечно тоже буду загружать возможности но дело теперь это приходится с телефона на компьютере на моем совершенно не хочет работать этот злосчастный youtube будем как-то выкручиваться будем надеяться что скоро все уладится все спора решаться и мы также с вами как и раньше будем встречаться на этой красной белой площадке а сейчас вперед за рыбой все добрался до своей первой точки там вот лежит впереди меня два бревна под водой и там последнюю рыбалку в поляре как я видел стоят просто огромного такие стаи но ни на какие приманки прям под нос кидал не реагировал сегодня взял с собой такой комплект спиннинг от компании сиев серии альфа в росте он 229 с тестом 28 дайва моя caldia 2.5 с шнур 0.6 по японии вот такая вот скрутка тоненькая и воблер вот такой бензине от цирюбита свет крэнк вот таким комплектом я тут и буду кого-нибудь мучить ах ты есть со второго раза первый раз промазал а второй раз взял неплохой головник такой полки ложный точно я уж думал тишина спиннинг как на течение гнет вот да может даже килограммчик но сидит прям за краешек со самой какая у него мясистая губа всегда нет нет килограмма хотя так он посмотрите какой вот питанный вот поднялся ветер это очень очень хорошо голова любит такую погоду потому что с веток падает с листьев какие-нибудь мошки жучки паучки и он их активно подбирает посмотрите как тут красиво какая река все закрыто и от ветра и от солнца деревьями тишина спокойствие поют какие-то сверчки вот он настоящий рай если вы думали что он на небе нет посмотрите он на земле вот этот тоннель это просто какое-то умиротворение какой-то отдых для мозга и для тела тут просто классно просто кайф я могу тут просто плавать даже без удочки просто наслаждаться природой иногда даже приходится проплывать вот так кстати это дерево как-то месяца два назад упала после того как я проплыл в ту сторону и обратно возвращался был сильный ветер и передо мной упал это дерево хорошо не до конца справа видно остался небольшой небольшой проход но она упала так по всей реке представляете если бы она упала на меня беды не миновать да она все равно видно как мало места приходится вот вставать даже еле-еле застрял прополз не рассчитал и лег коробку с воблерами и вот так вот выплываем и дальше снова нужно немножко тут где-нибудь проползти хопа засада нужные ножками потоптать вылазим лягушка вот сидит идиот отсюда утонула все дерево подо мной видно вот как еще одно дерево упала все в обломках еще одно наклонилась опасно место есть удар есть небольшой какой-то где огромная про огромный я просил большую при большую а попался ты и даже промахнулся есть с таким ударом и даже не понял был сначала такой неплохой думал сначала коряжка а вот тут около лодки взял какой посолиднее уже аккуратно а я тем временем добрался до самого такого рабочего переката который открыл в этом году здесь как-то никогда рыба не подводила скапливается тут неплохие голавлики с жерехами но жереха не видно пока что есть на первом же забросе и рыбка такая окунь ну наконец-то только что кидал на окунь гляньте какой арбузик неплохой неплохой главное не упустить такой грамм на 400 окушок на все крючки он попался первый претендент побывать на кукане ну вот гляньте какой красавец отличный экземпляр тихо вот уже не зря сюда приехал стал ух ты вот этот вот под тем берегом это голавль вижу уйдет не особо такой крупный бойки вот какой красивый обычно такие вот и доставляет больше всего проблем с пальцами обычно такие всегда горю головли маленький вроде не отдаешь какое должное такое внимание они как раз и впиваются всегда в пальцы как-то происходит всегда так а вот этот вот вот этот вот что-то да дождался вот это вот там какая-то огромная рыбина это наверное жерех там просто какой-то слон невероятный тихо 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 нет это голова это мой нет не пойму что жерех жерех что это есть это ясь в общем у меня отключилась камера в самый такой момент я тут шумел как в ролике в одноимённом на ютубе ясь ясь это просто такая рыба которая очень редкая она в основном водится где-то в затяжках но никак не на самом таком сильном течении сейчас я вам покажу редко кто видел такого размера езя я сам лично не ловил вы посмотрите я сначала подумал что это жерех ну это просто огромная огромная рыба это мой трофей такого езя я сам никогда не ловил и пока я тут все готовил приготовил конечно весы но такой увесистый дядя кило 480 полтора килограмма надеюсь и видно моему счастью просто нет предела это очень вкусная рыба намного вкуснее чем голавль я обещал жене запечь голавля ну буду похоже запекать езя мои мучения от бесклеве на этом закончена официально официально прям я очень рад и уже рыбалка состоялась несмотря на то что экземпляры сегодня клюют не особо большого такого веса но вот эта рыба очень меня сегодня порадовала здорово вот так вот и снова мой комплект сработал просто на 5 плюсом цирбитский воблер также ай блин в палец как впивается также не подвел не только жереха с головлём он ловит но не поймал красавцы езя ясь это вообще стайная рыба но возможно после поимки такого экземпляра все остальные разбежались по своим местам еще кто ухты 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 вот этот что-то трясет так головой не пойму то ли окон что головы гляньте какой головы мне даже откинул на рыбе на сегодня попробуем взять его рукой гляньте какой широкий тоже за килограмм рыба что-то невероятное сегодня творится вот это я сказал что крайняя рыбалка на хищника на белого да ровный килограмм рыбка так рыбка эту я обещал маме в этом году она тоже любит очень головлей но в этом году еще поэтому этот экземпляр отправится тоже со мной сегодня я если честно думал что время белого хищника на таких вот перекатах быстрых уже давно закончена и он смещается ближе к ямам и как-то уже не был такой веры что попаду на какой-то суперский клев там огромных рыб просто ехал половить отдохнуть чтобы никто не мешал чтобы было тихо спокойно просто покидать спиннинг воду вот тут происходит что-то невероятное я так думаю это еще не предел только это самое начало хотел еще в этом месте поджиговать так как частенько тут проскакивает хороший окунь но никак пока не могу себя заставить отложить комплект этот взять джиговый спиннинг постоянно есть удары постоянно есть какой-то контакт пока значит будем ловить так ах ты такой хороший какой-то сошел классный был экземпляр заставила себя ненадолго отложить комплект для ловли белого хищника после последней поклевки какой-то очень хорошая рыба которая сошла больше клевать все перестала значит попробуем плавить окунь кого-то с 1 чего себе кого-то я заджиговал до кого-то такого немаленького судак и это просто невероятно что судак представлять я поймал судака я ни разу в жизни на своей реке не ловил судака это нет я возьму подсак возьму иначе он у меня уйдет я вам его не покажу нужно выдохнуть я честно не понимаю что тут происходит это просто какая-то сказка я нахожусь в каком-то недоумении в шоке но я поймал первый раз жизни на своей реке судака не какого-то там головастика а хорошую рыбу я даже не могу его достать пилась куда этому пилась пилась вот он этот красавец темный просто посмотрите какой он великолепен как великолепен у меня просто язык заплетается честно я очень счастлив я обязательно фотографирую сейчас взвесим его и конечно же я не не имею никакого права и вообще даже не знаю как вам сказать нет у меня такого что я должен взять я вообще не должен убрать потому что на нашей реке она очень бедной этой рыбой и будем надеяться что когда-то и у нас на реке будет его очень много 700 грамм весит этот судачок конечно он очень маленький но для нашей реки я говорю мне уже 39 лет я рыбачу наверное с 10 я ни разу сколько представляете сколько я ловлю я ни разу не ловил спасибо большое что ты нам клюнул но плыви пожалуйста обратно наделай нам маленьких маленьких судачков чтобы и других рыбаков вы радовали своим поклевками чтобы за вами не ездили не на дом не на волгу а вы были у нас спасибо большое мне надолго запомнится эта рыбалка последняя рыбалка этого лета которая принесла мне массу впечатлений не знаю увидите ли вы по моему довольному лицу что я несказанно счастлив я не знал как взять в руки джиговый комплект потому что говорю перекат который за мной просто не отпускал меня там какие-то выходили с каждым разом все больше и больше рыбы и на 3 где-то на третьем забросе джигового комплекта сейчас достану покажу приманку на которой я поймал камеру перецеплю случилась эта поклевка несколько было ударов сначала он взял и потом добрал сейчас увеличу груз потому что стоит где-то на течке под корягой возможно удастся еще кого-нибудь оттуда выдернуть посмотрим пока достал переснаряжать вот упаковка polaris 4 дюйма от компании CF вот такой блистер на 6 штучек 100 миллиметров написано давай теперь снарядим попробуем поймать еще одного судака бывают рыбалки какие-то хорошие бывают и великолепные бывают трудовые но эта рыбалка получилась какая-то волшебная сколько было мне уже за эти годы выездов их просто не сосчитать ловил я разные рыбы ловил в разном количестве но чтобы вот так вот такие редкие рыбы собрались на одной рыбалке у меня такого еще если честно не было и вряд ли наверно когда это еще будет все бывает жизни один раз и нужно попасть в нужное время в нужное место на этот единственный раз и сегодня я там где надо не в то время когда нужно вот какая-то такая философия мне сегодня посмотрим не приплыли головли сюда на вечерней заре ухты только отпустил спиннинг хотел камеру поправить не знаю кто ты белый может быть окунь нет головлик головлик такой уже потяжелее не совсем мелочь сам отцепился нам это и лучше от этого кто плескался бобр зараза мне тут пугает рыба здоровый ход есть по камням бил 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 окунь еще один такой хороший был жаль прям такой неплохой окушок был у меня к сожалению барахлит шнур и вот как-то так я ловлю еще один окунь недомерок сейчас немножко переплыл поменял угол атаки посмотрим что изменится может быть надоело головлям что я в одно и то же место кидаю есть вот он это тот который клевал огромный там как что там есть такой я не понимаю что там такой есть но это что-то очень большое самое главное теперь это что-то достать и его даже не вот он головы это какой-то мой рекорд наверное давайте достанем посмотрим хорошая рыбка старая это тоже есть это тоже есть я да как так то два за один день и просто каких-то невероятно огромных размеров сейчас попробую отцепить и включусь тогда я думаю на этой прекрасной ноте можно и заканчивать свою рыбалку огромный ясь вот так бывает что то мне тут понаделал делов давайте возвесим я думаю намного больше первого да что же руки не держит сейчас сейчас взвесим да пока я взвешу мы и наверное моя камера видно нет кило семьсот вот бываешь такие рыбалки где вот так вот просто фартит на такую легкую снасть таких огромных рыб да еще езей еще раз повторюсь это очень очень редкая рыба очень вкусная ценная всем спасибо за просмотр надеюсь мое такое долгое отсутствие скрасят это рыбалка я думаю она запомнится так так же как и мне вам надолго это просто великолепно всем пока уже темнеет мне еще сплавляться нужно домой не фонарика не взял ничего а уже пора бы и плыть пока пока